Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Доброе утро, Республика!» Новый день, начиная с вами я, Альбина Занединова и мой коллега Фатих Малахметов. Пусть утро будет добрым, а мы, конечно же, готовы сделать это утро позитивным, а также и музыкальным. А как же иначе, ведь сегодня у нас в гостях известный российский баянист, певец, композитор, создатель и художественный руководитель группы «Белый день» Валерий Сёмин. Доброе утро, Валерий Владимирович! Здравствуйте, Валерий Владимирович! Мы так рады приветствовать вас в нашей студии. В Башкортостане вы самый долгожданный и самый любимый гость, и самый частый, можно сказать так ведь, Валерий Владимирович? Ну, я где-то два раза в год обязательно бываю. Уфимцы прямо с нетерпением ждут ваших концертов. Нравится ли вам бывать в республике у нас? Конечно, нравится, конечно, конечно. Особенно вот последний, я уже, по-моему, раз третий или четвертый здесь в Уфе. Нет, так-то до этого я был очень много раз, очень много раз. И по республике ездили, а вот именно с сольным большим концертом я, по-моему, третий или четвертый раз. Мне очень приятно, что действительно вообще в Башкортостане поющий народ, народ, который любит баян. И я в процессе наших сегоднях разговоров, я вам расскажу, что меня связывает вообще с Уфой, поэтому продолжаем, давайте. Хорошо. Валерий Владимирович, хотелось бы спросить, вот на самом деле, мы вас знаем как виртуозного, пожалуй, лучшего баяниста нашей страны. Да бросьте его, нет, есть еще лучший. А для нас вы самый лучший. И хотелось бы спросить, вот очень удивительно, как получается на протяжении многих десятилетий, вы популяризируете баян и собираете вокруг него просто множество людей. Хотя годы меняются, и даже в музыке направление одно меняется другим. Вот как у вас так получается? Я не знаю, просто вы знаете, вот вообще баян такой инструмент, который, ну давайте объединим, баян, гармошка, аккордеон, неважно. Это инструмент, который очень любит народ, потому что его легко взять с собой везде, застолье и так далее. И он всегда был популярным, просто средства массовой информации на протяжении какого-то количества лет просто не обращали на него внимания. Это было не форматом, ну вы же все знаете, вы же сами на телевидении работаете. Это было не форматом, а сейчас поменялись времена, конечно, тяжелые ситуации, но все равно, когда-нибудь это закончится, все равно будет все хорошо. И баян сейчас вот как, не знаю, вот как никогда он нужен, потому что баян это прежде всего душа любого человека. Потарина, башкира, еврея, русского. В нем какая-то вот есть магия заложенная, чудо, какое-то божественное, не знаю. И песни, которые звучат в исполнении под баян, они лечат. Причем не важно, если человек поет душой или сердцем, даже если он мимо нот, это не важно. Главное, чтобы он душой пел и сердцем. И тогда все получается. Поэтому сейчас и молодежь приходит на концерты, и целыми семьями. Если раньше приходили в основном женщины, кому за 30, за 40, то сейчас уже приходят целыми семьями. Приятно очень. И вот здесь вот в Уфе полный зал, тысяча человек, прекрасно. А еще ведь в основном, конечно, пишут мне женщины, мужики не пишут, стесняются. И вот я не знаю, как ее зовут, но она мне все время пишет. Вы в прошлый раз были в фиолетовой рубашке. Даже так вспоминает. Обязательно мне приезжайте. Я приехал в фиолетовой рубашке. А вот почему баян? Не другой инструмент. Вот у нас множество инструментов. Почему именно баян? Не знаю. Я как-то с детства дедушка у меня был. Он меня как-то завел однажды во дворец пионеров в город Цизерин. Я там родился. Недалеко здесь. Республика Башката с анрядом. Город Цизерин, Куйбышевская область, тогда сейчас Самарская область. Завел меня во дворец пионеров, и как-то с этого все пошло. Я не помню, сколько мне было лет, но я уже с баяном... Мне уже почти... Ну, много, короче, у меня лет. Но ничего, для выгляжу хорошо. Выглядите замечательно. Да. И у меня даже есть стихотворение. Оно, правда, длинное. Я сейчас расскажу пару строчек. Я родился с баяном там, где Волга-река. Моя песня взыграла широка, глубока. Я баяну, как брату душу, настишь свою. Русской песней богатый я русском пою. Только пело бы сердце, согревая наш дом. Никуда мне не деться. Я с баяном рожден. Вот. И я с ним как бы иду по жизни. И он мне помогает во всех моих делах и начинаниях. Если вам интересно, я расскажу, что меня связывает вообще с Уфой. Конечно. Я закончил высшее учебное заведение, которое называется «Институт имени Гнесиных». Сейчас это называется «Академия имени Гнесиных». Это на Москве находится. Но в каком-то году в Уфе был открыт филиал «Институт имени Гнесиных». И здесь работал Борис Михайлович Егоров. Он жив и здоров, да, Бог ему здоровья. Он, по-моему, был завкафедрой здесь. И Вячеслав Филиппович Беляков. Это мой педагог. Царство небесное. Он ушел от нас там года два назад. Я уже не помню точно. И у него учились очень много известных людей, в том числе и из Уфы. И вот есть у вас такой. Раджаб Юносович Шейхудинов. Привет огромный. У нас с ним тоже очень давняя дружба. Правда, не виделись очень много лет. Но когда я участвовал в конкурсе, был такой конкурс молодых баянистов по Волжье. Это был 1980 год. И он там был председателем жюри. Вот он меня послушал, говорит, слушай, тебе надо поступать вот куда-то. А ей с израни паренек такой. И, в общем, как-то мы задружились. Потом где-то встречались. Так что вот с Уфой. Потом очень много связано. Потом жена у Вячеслава Филипповича, Аида Руслановна, она тоже с Уфой связана. Ну, вокалистка. Она, по-моему, председатель женщин на Башкирии. Ну, что-то связано. Фонд какой-то есть. Вот. Потом очень много Нижнекамска, Нефтекамск. Нефтекамск вам город есть, знаете ли? Да, да, да. Мы как-то ездили очень часто. Поэтому Башкирия, это вообще-то Швейцария отдыхает просто. Если проехаться по республике, что такое башкирский мед, это вообще сказка. Ой, мы рады, что вам очень нравится. Валерий Владимирович, вот на самом деле в вашем репертуаре очень, ну, сколько? Ну, 500, наверное, песен инструментальных произведений. Я, знаете, я очень интересовалась и готовилась. И на самом деле была очень удивлена. Больше 500. И среди них каких только нет. И авторские, и застольные, и советские, и пусть военные. Но все-таки публика же вот она, вот чего вот она больше всего хочет. И вы то и играете, так ведь? Какую музыку больше любят, воспринимают. Я выхожу, я прикалываюсь всегда на картинке. Я вот эту песню. Песню башкирских пионеров. Вы слышали, может быть, нет? Чей портрет мы видим дома в светлой комнате своей. Чье лицо нам всем знакомо, кто был лучше друг детей. Это Ленин, дорогой. Не слышали? Слышали, конечно. Да, по-моему, тоже. Вот, я пою на концертах вместе с народом, пою песни популярные. Естественно, свои какие-то пою песни. Вообще, у меня интересный концерт. Он проходит в течение двух с половиной часов с небольшим перерывчиком. И не просто, знаете, вот выходит артист, артист выходит на сцену. Несмотря, что она заслуженная в России, но это не важно. Дело не в звании, а в отношении к людям, как ты к ним относишься. Можно быть хоть там трижды народным артистом. Но мне мамка царства небесное говорила, Валерка, будь проще, народ к тебе потянется. И вот я такой человек, я из народа. Это самое главное правило. Это самое главное. И когда я выхожу, я вот не знаю, как это получается, я сразу располагаю к себе. Я прошу, чтобы в зале включили свет. Потому что, ну, чего-то в темноте работать. Я понимаю, что это принято тогда, что на сцене артист стоит. Он весь в лучах света. А тут вот все как дома сидят. Вот у меня все концерты похожи на домашние посиделки. И народ сразу вот так улыбается. И народ сразу вот так улыбается. ПЕСНЯ 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 Вот, например, я, когда в Уфе выступаю, я слов не знаю эту песню, знаю, что... Вот это, она называется у нас «Карабай». ПЕСНЯ 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 А о чем эти песни? У нас это... ПЕСНЯ Это не про любовь. Это у нас башкирская народная даже не песня называется, она мелодия называется. И наши, получается, бабушки раньше пели эти песни постоянно за столом. ПЕСНЯ 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 Мне любому человеку приятно, когда ты просто здороваешься, или говоришь спасибо, рахмет, например. Я по-татарски знаю. Но рахмет… Рахмет, вы сейчас говорите на чувство башкирского? «Я powie, рахмет», «здравствуйте». kindergart, до свидания. Я думаю, что татары-башкиры понимают друг друга. Конечно. Дорогие телезрители, мы продолжим буквально через несколько минут, а пока узнаем, что нам обещают синоптики. Мы продолжаем нашу программу «Доброе утро, республика». У нас в гостях сегодня известный баянист, певец, композитор, создатель, легендарь, Белый день Валерий Сеомин. Всегда весело и зажигательно. Тагир, скажи, пожалуйста, давно же хотел встретиться, да? И мы смогли все-таки осуществить твою мечту? Конечно же, давно хотелось встретиться, поиграть на воене по душам, как сейчас мы перед эфиром поиграли. Конечно, стяжу за вашим творчеством. Очень мне нравится. Спасибо. Безумно приятно. Спасибо. Зюр Ахмед. Говорят же, баянист, баянисты видят издалека. Да, рыбак рыбака, конечно. Да, стоило заиграть, так герой сразу же Валерий Владимирович подхватил. А может, и телезрителям споем все-таки, сыграем вместе? Да вообще не вопрос, давай. У нас вот есть такая песня «Шаймуратов генерал». Эта песня посвящена нашему комдиву башкирской кавалерийской дивизии. Вот если мы отрывок сыграем, было бы круто у нас в эфире. Начнем? Начнем? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Афарин! Удивительно, удивительно. Круто. Знаете, мы на телеканале «Башкорстан-24» проводили конкурс «Игра и гармонь». Столько заявок было. У нас свыше 200 заявок было. Мы их всех приняли. И по итогам интернет-голосования сделали такой большой праздник. И подарили огромное количество подарков. И знаете что? Мы после этого конкурса поняли, что не только... Мы же думаем, что баян – это инструмент, который уже архаичен. Нет. А тут у нас участвовали даже дети, которые... Каково было удивление. Да, конечно. И главное – не профессионалы, а любители. Их было великое множество. Но при этом, извините, перебью, некоторые участники, хоть и они только сами самоучки, они до такой степени так играли душевно, что как будто играет настоящий профессионал. Вы знаете, вот здесь такой психологический момент есть. Это касается педагогов и вообще людей, кто профессионально занимается и непрофессионально. Вот представь себе, вот человек, который рабочий, не знаю, колхозник он там или, не знаю, на земле занимается чем-то. И вот он просто от того, что увидел по телевизору, например, у того же Малаха, у меня увидел, или у кого-то, и у кого-то... И вот ему захотелось взять гармошку старую, да? И вот если ему сказать, да ты не умеешь играть, у него все обломается сразу, и все. Поэтому здесь надо как-то очень аккуратно, и поэтому, говорите, надо поощрять людей, чтобы они, наоборот, возвращались к своим корням. Понимаете, особенно вот таких вот пацанов и девчонок, чтобы они несли эту культуру дальше, развивали. Потому что когда с детства человек начинает... Правильно я говорю? Конечно. С детства начинает все это любить, и тогда и другое поколение вырастает. И человек любит свою родину, любит свои песни. И я говорю, неважно, кто ты по национальности, главное, чтобы вот это вот часть тела пела. Валерий Владимирович, вы не поверите, у нас диджей Фатих и Тагир устраивают дискотеки в клубах Уфы. Причем молодежь всю ночь, всю ночь танцует под баян. Ты тоже играешь там, да? То есть он вот так вот, а ты вот так вот? Я за пультом, он с баяном. Молодежь всю ночь под баян танцует. Вы представляете, у нас какая молодежь сейчас? И что ты там играешь? Национально? Ну, в основном, зарубежные хиты, которые современные. Какие? И этот... Давай, сыграй нам. И пошел. И пошел. Играет музыка. И пошли мы. Афарин. Это круто на самом деле. Вот смотрите, у нас, вот даже у меня отец, так скажем, играл на гармонии. И научился он не где-то там дома или на улице, а в бане. Вы такие истории слышали когда-нибудь? Кто-то учился в бане играть на гармошке или на баяне. Чтобы не мешаться, наверное, дома, чтобы когда учиться, соответственно. А, это полно таких историй. Некоторых мужик жалуется. Слушай, у меня жена говорит, она меня из дома выгоняет, я в баню ухожу и там играю. Ну потому что гармошка инструмент такой звонкий, да. Она умеет и плакать, и смеяться, и поэтому у некоторых нервы не выдерживает. Не выдерживает не потому, что плохо, а она действительно рвет душу. Дети ты отсюда в баню. Вот отсюда пошел. Пошел в баню. И вот он пошел в баню на гармошке играть. Ну вот как вы думаете, хочется ваше мнение услышать, чтобы вот так виртуозно владеть этим инструментом, обязательно высшее образование, музыкальное образование имею в виду? Да я не знаю, понимаете, я не могу советовать. Советовать вообще, у нас страна советов. Сейчас что-нибудь скажешь. Просто смотрите, у кого есть возможность. Конечно, когда с детства ребенку дается разное образование, там, танцевальное, там, на пианино, на гармошке, на скрипке, на чем угодно. Это же хорошо, правильно? Не знаю, языками каким-то владеть и так далее. Это все прекрасно. А потом уже человек, когда становится взрослым, он уже сам выбирает. Просто недавно мне одна девушка говорит, слушай, у меня вот баян, это реально было когда, позавчера, принесла баян, говорит, я у дедушки нашла какой-то, какой-то итальянский. Типа он хорошо звучит. Я посмотрел, а он не звучит хорошо, он старый, он уже весь рассокся. Она говорит, сколько он стоит? Я говорю, ну, вот, примерно сейчас столько. А я думал, больше. То есть люди просто вот нашли инструмент, думают. Она говорит, а на нем можно ребенку заниматься? Я говорю, нет. Она говорит, почему? Он же красивый. Понимаете, если ребенку дать плохой инструмент и тяжелый, и когда вот он будет вот как я в детстве, вот так вот из него не видно будет. Вот я сидел так. Да, понимаешь, тогда у ребенка может все вот просто и обломаться. А если у ребенка, сейчас же очень много, просто я понимаю, что инструмент дорогой, но сейчас есть, по крайней мере, в Москве, можно найти в интернете, какой-нибудь маленький детский такой баянчик или гармошку, да, просто на пробу, бэушную какую-нибудь, не знаю, сколько там тысяч рублей, и просто вот купить ему или у кого-то взять, попробовать. И вдруг вот у него что-то там, это же сразу видно, нравится или не нравится. Если родители чувствуют, что нравится, тогда уже она будет задумываться. Вот у меня мама, царство небесное, спасибо ей за все, она вот раскошелилась, то есть продали мы все, я помню, баян 150 рублей купили мне первые. Это был 1900 какой-то. Сколько вам было лет? Ну, не знаю, лет 10, может быть. Вот, может, даже меньше. Просто тогда она получала зарплату 60 рублей, а баян стоил, ну, почти в три раза дороже. И вот надо было как-то решиться на шаг, тем более отца не было, я не знаю, как жили мы, как так, ну, не очень. Поэтому вот получилось, как получилось, что я стал баянистом, и слава богу. Но сейчас на самом деле есть очень много возможностей, да, чтобы развиваться именно в этом управлении. Конечно, нет, сейчас, тем более сейчас в интернете, в этом ютубе есть все вообще. Есть я, подписывайтесь на мой канал, у меня, кстати, я единственный из народников, вот кто, у кого столько подписчиков, причем в ютуб, это раньше можно было сидеть, вот знаете, это было лет 10 там назад, можно было так тыкать на кнопку, и вот сколько натыкаешь, столько у тебя подписчиков. А сейчас тыкать, не тыкать, бесполезно, сейчас все по-честному. У меня почти 900 тысяч подписчиков, то есть ко дню рождения, к моему месяцу, миллион будет, я думаю, что дай бог. А нам хочется рассказать про ваш проект «Играй баян» уже сколько лет, вы собираете всех любителей игры на баяне по всему миру, так ведь? В прямом эфире вы беседовали, обычную программу уже, да? Да, но если так, в прямом эфире, да. Мы, есть такой замечательный человек, мой коллега Сережа Войтенко, тоже баянист, известный человек, у него свой фестиваль «Душа баяна» сейчас огромный идет по стране, по разным регионам. А где-то несколько лет назад мы с ним вели такую программу в интернете «Играй баян». И был такой замечательный концерт в Театре Бабкиной в Москве, где мы собрали очень много людей. Вообще идея какая? Вокруг баяна объединить талантливых исполнителей. И это не важно, профессионал, ну о чем мы говорили, не профессионал. Я тебе говорю, главный человек, чтобы он все делал с душой, с открытым сердцем, потому что это самое главное. И тогда все будет хорошо, потому что баян, вот на моих концертах, особенно взрослые люди, и особенно женщины, они прямо вот рассказывают историю, мне пишут письма, комментарии, вылечиваются реально. У меня есть в набережных Челнах одна женщина, которую врачи проводили домой помирать. Вот прям реально она, и она доступна, можете набрать Зинаиду Марчукову, она ответит. И все, до свидания. Она приехала ко мне на концерт, до сих пор живет, и мы с ней общаемся. Уже сколько лет? Шесть, наверное, прошло. Поэтому... Вот она, на самом деле. Пожалуйста. А вот смотрите, у нас, вот вы приезжаете постоянно в Башкирию, что у нас нравится? Самое первое. Мне нравится Салават Юлаев, памятник. Вот в нем какая-то есть мощь. Мне нравится Агидель-река, мне нравится праздник Сабанту, мне нравится. Мне нравится путешествовать по Башкирии, потому что я уже говорил об этом. Мы же как, мы же приезжаем в город, так что-то проехали, а вот заедьте куда-нибудь километров на сто, и там будет просто пейзаж такой, как, я говорю, Швейцария отдыхает. Просто, я говорю, мы, к сожалению, только сейчас начинаем возвращаться к своим истокам. Мы стали ценить всех. Знаем, что такое башкирский мед, мы знаем, что такое алтайский мед, мы знаем какие-то башкирские бальзамы. А вообще еще хочу добавить, что в каком-то, да, сколько-то, 12 лет назад, вообще у нас вот группа «Белый день», о которой мы говорили с вами, она... ведь каждый коллектив когда-то мечтал снять свой клип. И как вы думаете, откуда пошел первый клип? Студия «Муха» Виталия Мухамедзианова «Сарство небесное», это был 2000-й год, а может быть и раньше, это тоже город Уфа. Потом русский народный телеканал «Жар птицы», который... Это тоже город Уфа, понимаете? В Уфе очень много людей, поэтому, когда мы сюда приезжали, очень часто, я в свое время давно, мы всегда радовались встрече с музыкантами, с людьми. Валерий Владимирович. А у нас есть подарок, да? Чтобы частичку оставить именно башкирскую, мы хотим вам подарить башкирский мёд, это во-первых, и также, соответственно, башкирский траву. Мы же можем с гордостью сказать, что мы с вами коллеги. Конечно. Потому что на телеканале «Россия-1» программа Андрея Малахова. Привет, Андрей, вы частый соведущий, баянист, и как программа оживает с вашим присутствием. Правда, да? Да, это невероятно. На самом деле. И мы хотели передать огромный привет Андрею Малахову и тоже, гостинцы ему. Это... Так, запечатлетьте, пожалуйста. От телеканала. Запечатлетьте на видео. 24, вот, вот такой вот. Андрей Николаевич, привезу. Спасибо большое. Хочу два слова сказать про эту программу. Вот буквально недавно, дорогие друзья, кто не смотрел, в нашей программе, которая называется «Привет, Андрей, или песня от всей души», это один и тот же проект, да, там работает очень много людей, и где-то творческая часть составляет где-то от 30 до 50 человек. То есть это огромная бригада, которая круглосуточно мониторит интернет, не знаю, какие-то выискивает, где, не знаю, в газетах, в прессе, выискивает людей. И главное, понимаете, вот многие у меня профессионалы, знакомые, ну, коллеги, да, ну, вопросы, конечно, такие, а почему меня там нет? Вот я тоже умею так же петь. Весь вопрос, понимаешь, может, ты умеешь играть, не знаю, вот так вот. Это там никому не надо. Вот этот полет шмеля там за 20 секунд, ну, это ты никого не удивишь. А если вот гармонист выходит, вот он, блин, он двух, может быть, не умеет, но он как-то тут заиграет, от него такая энергетика идет, и все. И вот это из-за этого «А», и вот, вот что нравится народу, понимаете? Народу нравится, когда все это естественно, когда вот ты с ними на одной волне. И вот наши редакторы и продюсеры, они умеют находить таких людей. Я помню, был в Хабаровском крае, и, ну, представляете, у меня очень много, я не высыпаюсь, но когда я выхожу на концерт, этого никто не должен знать, и этого никто не видит. Все думают, что вот он сейчас специально к нам приехал, вот он здесь неделю живет, смотрит пейзажи Башкортостана, потом он пришел к нам, еще неделю останется тут. Я приезжаю за два часа до концерта, настроился, отработал и уехал дальше. Завтра Челябинск, потом Магнитогорск, там, не знаю, Курганы и так далее. Так вот, в Хабаровском крае, мне говорят перед концертом, там пришла какая-то женщина, и хочет с тобой, ну, познакомиться, петь. И она говорит, она в тапочках пришла, я говорю, ну, так это вообще кайф. Она действительно, из-за того, Татьяны Юдина, она пришла, я не знаю, откуда она, в тапочках, вот прям, знаете, она говорит, Валерий, у нее зубов нет, там все такая, она классно так выглядит. Говорит, а можно я с тобой спою? Говорит, да, конечно, можно. Она такая, вот от нее энергия. Знаете, вот такие люди есть, наверняка вот таких видят. У вас у кого-то бабушка, дедушка, у кого-то тетя такая вот. В хорошем смысле сумасшедшая, в хорошем смысле такая вот. И она вот такая заводная, все, она что-то такое спела. Я говорю, а давай-ка мы с тебя снимем. И мы сняли ее, и я тут же отослал туда, в Москву. И мне, говорит, срочно пишут, ко мне ее сюда, к нам ее сюда, потому что она интересная. И она у нас была в программе, понимаете, была. И вот такие судьбы людей. У нас недавно была программа, посвященная Дню Матери. Я думаю, что кто видел, просто без слез это невозможно было смотреть, потому что, когда я прихожу до эфира, у нас идет как бы знакомство с гостями. Вот, и я увидел девочку, которой 26 лет, она Виктория, Вероника ее зовут. Вот, она без рук и без ног. Вот эта программа, это просто. И когда я к ней подошел, увидел, вот тут сидел, конечно, неудобно спрашивать. Но представьте, человек, вот, и наши проблемы, вернее, ее проблемы, с нашими, это наши вообще тут, мы должны заткнуться и молчать. Представляете, человек, коллег, таким родился. И я спрашиваю, а вы будете петь? Она говорит, нет, я буду не только петь, а еще и играть буду. Как? Играть! И она вот вышла вот на своих, вот, так сказать, полножках, вот это. Она взяла микрофон вот так вот, она пела. Потом она, я подошел к ней, у меня слезы на глазах, и она из Титаника вот, ай-да-да-да-да. Она вот этим своим, и она еще пишет картины, и она Малаху подарит вообще, понимаете? И вот люди, вот это людям надо. Поэтому вот эти все другие телеканалы, дай бог вам здоровья, что пытаются все, как нас, это, ну... Заманить. Да не заманить, ну как это, идеи-то воруются, идеи-то хорошие, и сразу пытаются как бы повторить или что-то коверкать, переделать. Не получается, потому что, как кто-то говорил, Герцин, слишком далеки они от народа, надо быть ближе к народу. И вот у нас такая команда, и у вас, я думаю, такая же. Да, ну на самом деле, программа уникальна, и мы тоже стремимся к этой же теплоте, Валерий Владимирович, на самом деле. И в завершение нашей программы хочется все-таки услышать от вас пожелания нашим телезрителям, как вот, ну вот что нужно делать, чтобы в душе так же играла музыка, чтобы быть таким же позитивным, таким же молодым. Надо спеть. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Надо просто душе пить. Вот в этом секрет. Надо было побольше попеть. Спасибо вам огромное, что уделили нам столько времени. И мы хотим, чтобы вы приезжали к нам еще чаще, чтобы республика была таким местом, куда вам постоянно хотелось возвращаться. Мне всегда хочется возвращаться в Уфу, в Башкортостан, потому что действительно здесь, как есть такое выражение, место силы. Это правда так и есть. Счастья вам, здоровья, любви, мирного неба над головой, самое главное в нынешней ситуации. И, конечно, любите друг друга, любите песни, слушайте. Песни в моем исполнении, они душевные. И любите баян, гармошку. Да, Тагир? Ну, с Карабай, нам посадить. Давай! Давай, давай, Карабай! Бер, эке, эс, дур, поймем! И с вами, дорогие наши телезрители, мы прощаемся, но только до завтра. Желаю вам продуктивной недели. И, конечно же, хорошего дня всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok